Здравствуйте, с вами Финверсия ТВ. Представляем вашему вниманию обзор инкоценных бумаг. Информация предоставлена независимым экспертом аналитического центра X-Critical. FedEx – это американская компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру. Она была основана более 50 лет назад, и за годы своего существования корпорация не отступала от своих изначальных принципов – внедрять нововведения и использовать их в интересах своих клиентов. FedEx занимает первое место в мире по объемам перевозимых грузов и второе место по размерам авиационного флота. Каждый день транспортная корпорация доставляет грузы в более чем 400 пунктов назначения во всем мире. У FedEx более 100 представительств на всех континентах, в которых работает более 4000 сотрудников. Компания регулярно выплачивает дивиденды. Так, выплата за 2019 год составила 65 центов на одну акцию. Дивидендная доходность в среднем составляет 1,6%. Долгое время FedEx сотрудничала с Amazon. Это партнерство было очень успешным для обеих сторон. Но в дальнейшем компания Amazon решила создать собственную сеть доставки. Этот шаг обострил напряжение в отношениях между партнерами и привел к тому, что летом 2019 года FedEx решила не продлевать контракт с американским ритейлером. Правда, служба доставки Amazon долго не проработала. Дела у нее шли хорошо, и она могла бы и дальше существовать и развиваться, если бы не эпидемия коронавируса. Дело в том, что в это время онлайн-заказы Amazon подскочили, и компании пришлось набирать дополнительных 100 тысяч сотрудников, чтобы справиться с возросшими объемами. Amazon на время отказалась от своего сервиса доставки, перебросив все ресурсы на свой основной бизнес. Показатель чистой прибыли FedEx в третьем квартале упал в 2,3 раза и составил 315 млн долларов. Отметим, что в прошлом году за этот же квартал чистая прибыль вышла на уровне 739 млн долларов. Скорректированная прибыль также не смогла избежать снижения и вышла на уровне 1,41 доллара, тогда как прошлое значение было 3,3 доллара на акцию. А вот выручка удивила инвесторов, показав рост и превысив все ожидания. Этот показатель увеличился на 3% или на 400 млн долларов, до 17,4 млрд. После выхода отчета руководство FedEx объявило о том, что отказывается от прогноза финансовых показателей на 2020 год. Из-за неопределенности, которая вызвана эпидемией COVID-19. Акции компании находятся на пути восстановления после того, как они обвалились в самом начале пандемии. Напомним, что тогда актив снизился к уровню 90 долларов. Восстановление цен проходило в два этапа. Сначала бумаги FedEx вернулись в район 109-125 долларов, где оставались до июня, а после укрепились до сопротивления 148 долларов. Сейчас торговый инструмент в фазе технической коррекции приближается к уровню 130 долларов. Если снижение продолжится, то не думаем, что оно будет долгим. Ближайшая цель продавцов – диапазон 120-125 долларов, который почти достигнут. Ниже они нацелятся на поддержку 115 долларов. Наш эксперт Сергей Рубан рекомендует приобретать бумаги этого эмитента. Первой целью покупок станет область 150 долларов, далее уровень 157. Скорее всего, после предполагаемого укрепления актива ожидается коррекция. Для получения более подробной информации перейдите на сайт xcritical.com Экономика России. Жизнь после обнуления. Мировая экономика. Жизнь после вируса. Второе дно. Жизнь после погружения. Что ждет российский фондовый рынок после 1 июля? Как закончится в мире вирусный сценарий? Когда наступит второе дно? Куда смотреть честному инвестору? Почему мы думаем, что стоим на развилке радикальных финансовых сценариев? Известный российский инвестиционный банкир и финансовый эксперт, президент компании «Московские партнеры», профессор высшей школы экономики Евгений Коган отвечает на вопросы редакции и зрителей канала «Финверсия». Прямой эфир 2 июля в 19.00 по Москве. Продолжение следует...